Вы знаете, у меня и во имя, и вопреки называется. Дело в том, что с детства я пела. У меня мама была великолепная музыкант, композитор. У меня папа, хотя он занимался совершенно другим направлением, как принято было, говорит, он там в техническом пространстве наукой занимался. Я с детства пела, с детства все знала, все оперы, все наизусть это. И для меня это была родная, привычная среда. Я придумывала, я писала оперы, делала театры во дворе. Но потом пошла в технический вуз, потому что это было нужно, потому что папа сказал, надо так. И вот у меня все время происходит то, чьи я говорю. То есть музыка, которая потом понятна стала, когда я заканчивала уже институт, и была звездой масштаба институтского и городского, вот я уже понимала, что я хочу, и, конечно, для меня музыка – это главное. И потом, значит, вот, его величество, случай, божественный промысел, и меня пригласили в оркестр, я стала, значит, оркестром. Потом я, верно, приехала в Москву, потом я стала победителем многих конкурсов, потом я двигалась вперед, причем это я все делала сам себе начальник, как, знаете, как технический вуз, как начертательная геометрия. Надо все начертить и пронять, что нужно сделать. И поэтому я к чему это рассказываю? Потому что не было однозначного, знаете, вот мама и папа на скрипочке играли, потом стала скрипачем в оркестре. Нет. Поэтому вся моя жизнь – это вот такие ступени, и институты, и один, и другой, и третий, и уходы, и телевидение, и театр, и спектакль, в котором я играла, и потом петь возвращение в музыку, потому что меня все спрашивают, ой, ну почему вы не поете? Ой, когда вы будете петь? Ой, вы можете после спектакля еще попеть? В общем, и опять вот этот, потому что время поменялось опять, и вдруг я захотела опять петь, и вот, и уже на новом витке, и в то же время я переписала свои старые, так сказать, хиты, которые чуть-чуть обновила, потому что, ну, уже другие звуки, другая тема. Поэтому это жизнь, понимаете? То, о чем я говорила вам в предыдущем, в абзаце. Так что все это именно, и я счастлива.